МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта программа, говорит, губерния, чем больше мы разбираемся с коронавирусом, с самоизоляцией, тем больше возникает вопросов юридического характера. И специально для того, чтобы на них ответить, мы сегодня позвали в гости Андрея Жилицкого, юриста, директора филиала компании ОК Банкрот в Хабаровске. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. И, Андрей, сразу хочется вопросов. Вчерашняя ситуация, которая была просвещена нашей программе. Женщина, которую по постановлению суда обязали принудительно лечиться, при этом при всем не предъявили никаких доказательств, что у нее коронавирус обнаружен или нет, при этом при всем никакого заключения. Вообще, насколько такая ситуация правомерная? И на что может рассчитывать женщина в принципе? На самом деле эта ситуация абсолютно неправомерная. Согласно федеральный закон 323, статья 22-23, то есть у каждого пациента, у каждого гражданина есть право знать свой диагноз. Более того, результаты диагнозов, результаты анализов, все, что касается исследований, какие проводились по отношению данного гражданина, то есть полная вся информация должна быть предоставлена по требованию, по письмену или по устному требованию пациента абсолютно исчерпывающая. Если пациент, допустим, не хочет знать свой диагноз, то он должен об этом уведомить своего лечащего врача, ему не будут говорить диагноз, ну там, в силу определенных его каких-то там... Да, даже если было решение суда по поводу этого диагноза, ну, женщина говорит, что ей показали решение суда, но решение... Присланное по WhatsApp, да, как она сказала, да, но с ее слов, во всяком случае. Это не является документом, какие-то присланные по WhatsApp сообщения, они не могут быть, то есть могут быть и недостоверными, поэтому в любом случае, даже если есть такое решение суда, это не говорит о том, что человек не может получить информацию напрямую, непосредственно от своего лечащего врача. Это должно происходить по первому требованию или нужно писать какое-то заявление для этого? Лучше написать заявление письменно, чтобы это было все формально, то есть чтобы был официальный запрос, официальный ответ. Если уже возникла такая проблема, то решать его лучше в рамках правового поля. Спасибо, принято. Много звонков сегодня. Здравствуйте, мы вас слушаем. Максим, да? Добрый день. Говорите, у вас какая ситуация? У меня такая ситуация, то есть на данный момент у меня есть действующая ипотека, а месяц назад остался без работы, и вот благодаря коронавирусной инфекции на сегодняшний день я могу устроиться на работу, потому что работодатели не спешат обрать новых сотрудников, пока в стране полностью не будет снят режим самоизоляции. И в сложившейся ситуации нет физической возможности вносить платежи в ипотеки. Поэтому решил обратиться в банк с просьбой предоставить кредитные каникулы. На горячей линии банка мне объяснили, что для предоставления кредитных каникул необходимо предъявить подтверждающие документы о том, что я безработный, которые можно получить, например, в центре занятости, встав на учет. А заглоска в том, что в центре занятости ставят на учет только тех, кто имеет штамп в паспорте с постоянной регистрацией в Хабаровске. Но, к сожалению, у меня регистрация в другом регионе. Хотелось бы узнать вашего гостя, есть ли пути решения моей проблемы. А где вы зарегистрированы? Я зарегистрирован на Сахалине. На Сахалине. Ну что ж, могу сказать, что у человека ситуация довольно сложная и необычная. И на сегодняшний день законодатель, те меры, которые он предусмотрел для того, чтобы смягчить эту ситуацию, в конкретно его случае, они не работают. То есть, да, есть определенный перечень документов, которые подтверждают право обратиться за льготным периодом так называемыми кредитными каникулами. И в перечне этих документов совершенно верно ему сказали, что входит списка, выписка с центра занятости. Да, 2 НДФЛ за 19-20 год. А если он обратит в центр занятости Сахалина? Центр занятости Сахалина? Пожалуйста, ради бога. Если он предоставит документы оттуда, я думаю, что у банка не будет оснований для того, чтобы отказывать. Но сейчас же все работают онлайн, то есть теоретически можно связаться? Если у центра занятости предусмотрена такая техническая возможность, то да. Но в любом случае можно подготовить запрос в центре занятости и сделать его по почте. Отправить простой почтой с описью, то есть предоставить себе необходимые документы и ждать ответа. Да, это займет больше времени, но зато это может дать определенный результат. Тем более, что при правильной подаче заявления на получение кредитных каникул, гражданин вправе в течение 90 дней, то есть банк обязан ответить да или нет в течение 5 дней, и в течение 90 дней банк запрашивает какие-то документы, подтверждающие основания для получения подобного любопытного периода. Вот в течение 90 дней как раз-таки у человека будет возможность для того, чтобы встать на учет в центре занятости и предоставить подтверждающие документы. Вот смотрите, мы, например, обратились в банк, в течение 5 дней нам ответили, например, да, но нужно предоставить какие-то дополнительные документы из других регионов, например, где-то запросы какие-то делать. Вот на это время, на эти 90 дней, какие-то платежи прекращаются, приостанавливаются или они не прекращаются до того момента, пока не будет принято окончательное решение? Как правило, когда граждане обращаются уже за предоставлением льготного периода, они уже прекращают платежи, потому что им уже нечем платить. Это во-первых. А во-вторых, по закону гражданин может обратиться по ипотеке за 30 дней. То есть до момента обращения, вот у нас сейчас апрель, получается, идет, то есть те платежи, которые он должен был вносить в марте и не вносил, они тоже попадают в этот период. То есть он говорит, я не внес платеж вам за март, потому что у меня вот такая ситуация в жизни произошла, вот прошу предоставить мне льготный период. Банк в течение пяти дней должен сказать да, либо нет, либо да, и дайте нам, пожалуйста, подтверждающие документы. И заявитель обязан предоставить такие документы в течение 90 дней, плюс еще 30 дней, если он не успел это сделать, но по уважительной причине. Какая уважительная причина нам не разъясняется? Ну, это, видимо, болезнь или отсутствие там, ну, разница. Да, это смерть человека до близкого, например, ну, не дай бог. Ну, не дай бог, да. То есть что-то такое, что подтверждает, что действительно это, ну, действительно. А вот этот льготный период, он предусмотрен только для ипотечных кредитов? Нет, льготный период предусмотрен для всех займов, которые есть у физических лиц, которые есть у индивидуальных предпринимателей и у представителей малого и среднего бизнеса, которые входят, ну, малый и средний бизнес в предприятии, только те, которые входят в перечень установленных правительств, с ним можно ознакомиться на сайте. Посмотрите. Что касается физлиц, я так думаю, что это, ну, по большей части актуально сейчас, в настоящий момент. Может обратиться любой заемщик, но есть определенного рода критерии для обращения с таким заявлением. Сразу скажу, проценты по кредитам, по ипотеке, по всем займам платить придется все равно. То есть они будут доначисляться? Они будут доначисляться и будут выплачиваться в течение двух лет равными платежами после завершения льготного периода. То есть платеж увеличен? Не сразу. Платеж, конкретно не говорится, как они будут доначисляться. Я на банк себе не обидел. Но платеж, скорее всего, банк однозначно себя не обидит, в любом случае они в минусе не останутся. То есть те проценты и платежи, которые человек должен был заплатить, то заплатят. Потому что просили уже несколько человек, а ситуация такая, им надо переоформлять карту банка определенного, да, там просят паспорт, да, а паспорт просрочен. Сейчас его поменять нельзя, да. Вроде как люди спрашивают, президент же продлил действие всех документов. Совершенно верно. Президент не продлил. Указа президента продлить такого нет. На сегодняшний день его не существует. Он дал поручение к объединению министров разработать такой механизм, который позволит автоматически продлевать гражданам паспорт и водительское удостоверение. Но пока нет такого. На ближайшие три месяца, которые заканчиваются. Пока механизма, который работает, конкретно прям нету. То есть человек взял и воспользовался. То есть, ну, на самом деле, мы сейчас находимся все в такой ситуации, где непонятно, в общем, что делать и как это все будет работать. Ну, по крайней мере, хоть что-то делается для того, чтобы помочь. Насколько банки охотно вообще идут на кредитные каникулы? В принципе, по идее, ведь это им должно быть и выгодно. Проценты-то дальше идут, долг сохраняется. Нет, банку это не выгодно ни в коем случае. Потому что банк планировал с вас получить, допустим, 30 тысяч в этом месяце. А получит их только через полгода. Но больше. Да, то есть он недополучает запланированную прибыль. У него страдает от этого портфеля и так далее. Ну, с таким уровнем процентных ставок, которые у нас на сегодняшний день есть, я думаю, что они в любом случае не в минусе. Ну, и на их месте можно было бы, конечно, поохотнее идти навстречу гражданам и предоставлять как можно больше, хотя бы так помочь. Спасибо огромное. Тороплю, потому что сегодня много всяких тем. Сразу скажу, если будут возникать еще юридические вопросы, снова позовем нашего сегодняшнего гостя. У нас сегодня в гостях был Андрей Жилицкий, юрист, директор филиала компании «ОК! Банкрот» в Хабарске. Спасибо. Мы продолжим сразу после короткой рекламы. Субтитры сделал DimaTorzok